Тайная история сталинских преступлений В подготовке московских процессов Паукер не участвовал Охрана Сталина и других членов Политбюро считалась гораздо более важным делом Но, полагая, что сотрудники НКВД, причастные к процессам, получат ордена Паукер решил внести и свою лепту и таким образом тоже заслужить орден Он вызвался лично произвести арест некоторых бывших оппозиционеров Летом 1937 года, когда большинство руководителей НКВД уже было арестовано В парижском кафе я случайно встретил одного тайного агента иностранного управления Это был некий Г. Венгер по национальности Старый приятель Паукера Я считал, что он только что прибыл из Москвы И хотел узнать последние новости о тамошних арестах Присел к его столику Как там Паукер? С ним все в порядке? Осведомился я в шутку, будучи абсолютно уверен, что аресты никак не могут коснуться Паукера Да как вы можете? Оскорбился Венгер, возмущенный до глубины души Паукер для Сталина значит больше, чем вы думаете Он Сталину ближе, чем друг и ближе брата Венгер, кстати, рассказал мне о таком эпизоде 20 декабря 1936 года В годовщину ВЧК ОГПУ НКВД Сталин устроил для руководителя этого ведомства небольшой банкет Пригласив на него Ежова, Фриновского, Паукера и нескольких других чекистов Когда присутствующие основательно выпили Паукер показал Сталину импровизированное представление Поддерживаемый под руки двумя коллегами, игравшими роль тюремных охранников Паукер изображал Зиновьева, которого ведут в подвал расстреливать Зиновьев беспомощно висел на плечах охранников И, волоча ноги, жалобно скулил, испуганно поводя глазами Посередине комнаты Зиновьев упал на колени и, обхватив руками сапог одного из охранников, в ужасе завопил «Пожалуйста, ради бога, товарищ, вызовите Иосифа Виссарионовича!» Сталин следил за ходом представления, заливаясь смехом Гости, видя, как ему нравится эта сцена, наперебой требовали, чтобы Паукер повторил ее снова Паукер подчинился На этот раз Сталин смеялся так неистово, что согнулся, хватаясь за живот А когда Паукер ввел в свое представление новый эпизод И вместо того, чтобы падать на колени, выпрямился Простер руки к потолку и закричал «Услышь меня, Израиль! Наши бог есть бог единый!» Сталин не мог больше выдержать, захлебываясь смехом, начал делать Паукеру знаки «Прекратить представление!» В июле 1937 года к нам за границу дошли слухи, будто Паукер снят с должности начальника сталинской охраны В конце года я узнал, что сменено руководство всей охраны Кремля Тогда мне еще представлялось, что Сталин пощадит Паукера Который не только пришелся ему по нраву, но и успешно оберегал его жизнь целых 15 лет Однако и на этот раз не стоило ожидать от Сталина проявления человеческих чувств Когда в марте 1938 года, давая показания на третьем московском процессе Ягода сказал, что Паукер был немецким шпионом И я понял, что Паукера уже нет в живых Паукер был немецким шпионом И я понял, чтоzna был немецким шпионом Щелли distancing со своими эмоциями Он не был так民истом шпионом При золотом шпионом Я пойму, да, мы сосед Paul И я наконец попу Паукер был немецким шпионом